Осталось шесть дней. Всем привет! Это Матлакос Ченнел. Вы смотрите третью серию прохождения игрушки Фаравор и Без. Так, давайте я вот здесь вот сапогнюсь. И давайте начнем следующую миссию. Здесь будет очень много текста. Эта миссия довольно длинная, но я надеюсь уложиться в довольно короткий срок. И еще один момент организационный. В следующей миссии тоже довольно много текста. Я его пока что не до конца перевел. Так что возможно следующий эпизод будет немножко задержкой. Но я постараюсь сделать все вовремя. Давайте начнем. Черепаха залезает на поезд. Джонатан, похоже Андрей залез в этот поезд. Мы не можем подобраться ближе на машине. Тебе придется прыгать. Проще сказать, чем не делать. Если я промахнусь, то я испорчусь. Джонатан, ты и так испортишься через шесть дней, знаешь ли. Тебе придется прыгнуть, если хочешь продлить этот срок. Как грубо. Так, ну что, давайте прыгать. Так, отлично. Чак, это мотоцикл Черепахе. Он должен быть на этом поезде. О, тогда найдем его и отберем все влюблено назад. Ага, кстати, куда едет этот поезд? Без понятия, подумаем об этом позже. Нет, подумаем об этом сейчас. Или не ты говорил, что у нас мало времени? Я тут за рулем вообще-то не видишь. Если я во что-нибудь врежу, то испорчусь раньше тебя. Да, это нельзя допустить, следи за рулем. Так, ну давайте пойдем так вот на этот кусочек. Который можно по идее как-то получить. Если запрыгнуть отсюда, ну давайте не будем заморачиваться у нас. Не так много времени, чтобы вот эту вот миссию пройти. Так, вот эта штука, она противная. Ой, да, вот она так вот лазером стреляет. И как вот ее нормально обойти непонятно. Вот один из вариантов просто перепрыгнуть ее. Так, вот эта штука взрывается. И значит огнем во все стороны. Так, давай тоже взрывайся. Какие горячие парни на этом поезде у нас сидят. Так, 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 отлично. Здесь внутри есть еще один, но мы его не будем трогать. Потому что зачем? Так, блин, черепаха значит у нас размыкает поезда. А, блин, я и упал вниз. Ладно, в общем здесь можно сверху пройти, можно снизу. Снизу попроще, но сверху там можно немножко времени меньше потратить, срезать немного. Но снизу тоже неплохо. Зато здесь есть анг, можно сохраниться. Так, Джонатан, насчет поезда, на котором ты сейчас нашел что-то интересное. Да, я связался с египетскими железными дорогами. Ну так вот, поезд, на котором ты едешь, его не существует. То есть как не существует? Странно звучит, правда? Да. И куда мы едем? Без понятия. Сначала потопой себе бандре. Он должен быть на этом поезде. У меня плохое предчувствие. Так, давайте сохраним все-таки. Ага, потому что здесь у нас как бы банда вот этих вот самых. Да. Этих мы перепрыгиваем. Так, здесь взрывной парень. Так, и включаем штуку, которая позволит нам забраться наверх. Так, назад здесь будут намешаться вот такие штуки. Так, так, еще раз, еще раз. Так, теперь вы. Так, 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 так. Так, я потратил немного энергии, но ничего страшного, потому что я их сейчас взял и сохранился. Так, теперь мы идем наверх, и там нас ждет. Что же нас там ждет? Джон, сейчас поезд будет ехать внутри тоннеля. Тоннель? Замятана. Этот поезд немного странный. Будь осторожен. Осторожен с чем? Не знаю, просто предчувствие. Например, не могу найти у поезда только приемник. Так, а приемник? Ну, знаешь, рога, по которым поезд получает электропитание. О, я только что заметил. Все равно, Джон, будь осторожен внутри тоннеля. Так, мы попадаем в туннель, и здесь надо будет время от времени пригинаться. Да, вот именно таким образом. Так, отлично. Оп. Так, ты. Что? Оп-оп-оп. Так, пригинаемся. И идем дальше. Отличный этот кусок пройден, и теперь нас ждет мини-босс. Джонатан, я понял, почему поезда нет только приемника, и почему же? Ты не заметил? Это паровоз. Паровоз? Ну да. Все паровые локомотивы Египта были сданы на пилолом в районе 80-х. Вот что они имели в виду. Говорят, что поезда не существует. Возможно, это поезд-призрак. Поезд-призрак? В Египте есть легенда о поезде-призраке. Нужен своих пассажиров в самогробный мир. Кстати, о пассажирах. Я добрался до кабины машиниста, но Андрея нет. Я сомневаюсь, что это так, но, может, поезд-призрак забрал его? Если это правда, то тогда ты следующий. Так, и появляется конструктор. Так, предъявите ваш билет. Нет билета. И сейчас будем бороться с зайцами. Так, оп, оп. В общем, сейчас можно будет довольно легко понять его список атак. Он сначала два раза кидается, не знаю, что это, почтовые конверты или американские флаги. Вот. И потом, значит, пускает поезда синие и голубые. Уворачиваться от этих флагов можно таким образом. Если он находится наверху, то мы идем вниз на две секции. Если он внизу, то вот так вот находимся. Здесь нижний поезд перепрыгиваем, вверх прикинаемся. Это хорошая идея. Между его перемещениями, когда он пропадает, никогда не двигаться, чтобы на него не напороться случайно. Ой. Так. Ой. Так. Ладно, я пока немножко замолчу. Потому что я уже начал ошибаться. Вот так, что я говорю. Так. Так. Ага. И когда у него встает меньше половины жизни, то у него появляется еще одна дополнительная атака. Сейчас мы, наверное, увидим. Значит, начинает разбрасываться углем. Вот таким вот образом. Один из вариантов можно просто попытаться обходить эти падающие ошметки. Можно в крючке вращать головой и ему разом защищаться. Оп. Кстати, я здесь недавно узнал, что если зажать кнопку удара, то можно вот так вот вращать головой. Интересно, это поможет. О, вообще идеальная защита. То есть вот так можно вообще временную неизвенность получить от подобного рода. И ничто за это не будет. Так. Оп. Оп. Отлично. Так. 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 Еще раз защита. Так. Отлично выворачивался от клавер. Так. Босс уже почти на пределе. Так. Скоро все закончится. Так. Так что опять. Отлично. Так. Так. И. что они. Можешь найти меня по GPS. Точно. Только ты сейчас в тоннеле. Так что я не смогу получить точные координаты. Но я попробую. Так. Пояс останавливается. Тем временем мы идем назад. тогда вот вернув мне управление мы пойдем назад и здесь вот сохранимся. Отлично. Кстати помимо такой штуки я еще вот такую штуку нашел. Вот так вверх прямо. Ну вот. Видите ли это нужно зажать вверх и потом только нажать кнопку. Удара. Так. Тем временем здесь Андрей. Андрей. Ась. Джонатан. Джонатан. А. Ты правда не знаешь когда остановиться. А это не знание когда остановиться может плохо сказаться на поле здоровья. Я тебя блин насил Андрей. Тебя точно не было в поезде? Я был в туалете. Опять? А тебе какое дело? У тебя что не держание? Отвали. Джонатан. У нас нет времени был давно. Возможно ты прав. Андрей. Да если ты играли. Он наш. На нем не написано что он ваш Джонатан. Следующий кубок тоже будет моим. Чмоки. Он уходит вдаль. Стой Андре. Эй черт. Вот черт. Эй Джек. Получается поезд призрак не забрал Андре на тот свет. Что означает что святой караль все еще у него. Для нас это хорошая новость. Но он сказал что святой караль давай следующий. Что означает что он может знать где он находится. Может мы его недооценивали. Можно предположить что место где ты сейчас находишься как то связано со следующим святым каральем. Что мы можем сейчас делать это пытаться догнать Андре. Покажи где он находится как только это будет возможно. Заметана. Так этим временем мы идем дальше. Вот здесь перепрыгнуть мы не можем. Потому что у нас пока что нет соответствующих способностей. Так нет все таки штука не всегда работает. Оказывается так. Давайте прочитаем 16 марта. Вот из-за перевода здесь некоторые глюки начали появляться. Но их грудь не ломает. Так что терпимо. Возможно я как нибудь к релизу переводу устраню. Наша станция бьется рекордным продажам среди всех станций гипсских железных дорог. Давайте продолжать в том же духе и увеличивать прибыль. Так здесь у нас точка сохранения. И мы идем дальше кстати. Карта. Карта. Вон тот длинный кусок это видимо то что у нас было в поезде. Так. А здесь мы значит товарищи которые стреляют стрелами. Так. Так. А здесь у нас хвост скорпиона. Так. Что там такое. Здесь в принципе если угадать тайминг правильный. То можно от этих стрел просто защищаться. Ну то есть как только стрела вылезет. Можно эту стрелу поймать. Ударом. И урон не будет нанесен. Так. Тем временем мы идем дальше. Еще одна точка сохранения. Назад вернуться нельзя. Ну ладно. 2 апреля. Офицца Лазар, крупнейший аранжеский трейлер приезжает на нашу станцию. Покажите себе случай страны и делайте свою работу на совесть. Хорошо да. Нет проблем. Так. Этих ребят должны будут перепрыгивать. Эй Джек. Тут короче лифт. Можешь его хакнуть заставить работать? Этот лифт выглядит очень старым. Из 1960-х. Может быть 50-х. Ну так ты можешь причинить его? Нет. Почему? Ты же программист. Тут две причины. Во-первых. Я понятия не имею где ты. И поэтому не знаю какую сеть взламывать. Ау. А вторая причина еще проще. Это очень старый лифт и он не управляется кем-либо компьютером. Так что походу они не покатались. Ну я бы так не сказал. Не похоже чтобы лифт был сломан. Единственная причина почему он не работает это то, что нет электричества. Так что если ты возобновишь подачу электроэнергии высокие шансы что он заработает. Как мне это сделать? Ну рядом должна быть комната управления. Где можно включить подачу питания. Хех. Очень просто. Ага. Теперь мы ищем комнату управления Джонатан. Так. Давайте искать комнату управления. Так вот. Вот. Ребят. Я бы. Так. Давайте все-таки. Убьем. Там здесь мы пройти не можем. Потому что там коробки. Коробки не убиваемых. Которые. Можно только сломать ядерным ударом. Ладно. Идем дальше. А здесь тоже сохранение. Так. Здесь случайно нету прохода? Нет. На карте тоже не написано что там есть проход. Значит мы где-то пропустили. Наверное. А может не пропустили. Так. Дошел. Что она пикает на эти стрелы? Так. Здесь. О. Здесь есть проход. Ну-ка. На карте. На карте вот как-то плохо видно что он там есть. Джек. Думаю это здесь. Нашел что-то. Что выглядит в каком-то управлении. Да. Она самая. Что делать дальше? Найти панель с выключателями. Джонатан. Там слева это не она. Я думаю что они все одинаково выглядят. Это. Да. Та самая панель. Если я включу то кто не заработает так. Впрочем это может быть не так просто. Тебе нужно настроить выключатель так чтобы мощности было достаточно. Тебе нужно ее максимизировать. Что означает те что ты точно сказал? Я точно ничего не сломаю. Я имею ввиду что тебе нужно отрегулировать антитумблер для эффективной подачи энергии. Ты можешь управлять распределением энергии используя эту панель. Я люблю такие сложные вещи. Да это не сложнее детского фаза. Даже Андры бы справился. Не опускай меня до его уровня. Ну то что делал то? Видишь эти четыре крутилки. Крути их пока энергия не соединит максимум. Интересно. Обрати внимание что красная крутилка дополнительно крутит все остальные. Просто впробуй и увидишь. Это все что я должен сделать чтобы энергии хватило. Это все что ты должен делать. Так давайте крутить. Так я вот. Примерно. Даже наверное помню что здесь надо крутить. Да. Вот. Ну чтобы время не тратить. А то здесь можно долг застрелить. Джек. Похоже он заработало. Отлично. Теперь Лип должен заработать если он не сломан конечно. Понял. Спасибо. В это время мы пройдем чуть дальше. И здесь. Удон. Эй Джек. Я нашел Удон. Я могу использовать какое дополнительное придаемое оружие. Верно? Что за фигня это Удон? Никогда не слышал что ли. Это японский суп с лапшой. Мой любимый. Вроде уже говорил тебе однажды. Впервые слышу. Как ты можешь столько всего знать и не помнить о каких простых вещах. Я больше удивляюсь если ты нашел Удон в руинах. Да. Странно. Может быть местный мастер Удон оставил бы для меня. Так. В общем. Так. Какая же кнопка здесь. Где здесь Удон? Вот новый предмет. Длинная тонкая лапша. Восстанавливает 50 единиц здоровья. То есть можно съесть и подлечиться во время боя. Но на самом деле. Это совершенно не обязательно. Мы как-нибудь без восстановления здоровья. Ну. Жаль, что в общем будет критический случай. Тем временем он ведь заработал. Что у нас? Карта. Карта. Здесь есть проход? Здесь куда-то есть проход. Здесь мы по-моему были или нет? 4 апреля. Случился инцидент, в ходе которого багаж Хафиды Салазара был утерян. Мистер Салазар упомянул очень важную реликвию, в которой находилась его в багаже. Полиция проводит расследование предполагательным добылом кража. Нет, мы здесь не были. И поэтому мы идем вперед. Так, нам бы сейчас точку сохранения. О! Это крылья гор. Теперь мы можем делать вот так. Джак, у меня новая способность. Что на этот раз? Я могу превращать свои уши в самолетик. Так. Знаешь, Джонатан, если ты покажешь их на кого-нибудь, то вышел, то сможешь работать кое-какие деньги. Да, определенно. Наверное, если мне работа куда делать, поглядьте. Тебе нужно сконцентрироваться на поиске святых граалей. Так как теперь ты человек-зайца-самолетик, ты можешь прыгнуть и лететь некоторое время. И теперь можешь добраться до некоторых раненых супных мест. Я попробую их разведать. Так, присоединяем и летим. Так, здесь скрытых стен нету. Нет, вроде нету. Вроде мы видим, что где скрытых уже разведали. Давайте пойдем наверх. Так, эту надпись мы уже читали. Давайте пойдем наверх. И переместимся вот сюда. Джонатан, насчет места где ты сейчас? Ты что-то нашел? Поскольку внутри здания, я не могу узнать точное место расположения, но я думаю, находишься в восточной части Асуана. Рядом с Нилом? Так точно. Хотя тут хватает других странностей. Например, тут нет железнодорожной станции. В этом месте даже рельсинге нет. А ты уверен, что это именно это место? Я бы сказал, что оно выглядит так, как будто была станция когда-то давно. Хм, может, если ты сможешь выйти из здания наружу, я смогу получить больше информации. Понял. Попробуй найти выход. Так. 29 апреля. Хафидз Лазар, крупнейший арабский трейдер, подал суд на египетские железные дороги. Причиной жалобы был багаж, который был утерян компании 4 апреля. В ответ на иск, компания заявила, что претензии мистера Слазара не обосновлены. Так. Вот здесь вот история похищения Святого Грааля. Там расписывается во всех красках. Так. Тем временем мы идем дальше. Так. Что же там у нас дальше? Так. Дальше у нас точка сохранения. Как раз вовремя. Давно я видел из точек сохранения. Так. И здесь вот очень сложный участок, где нужно прыгать, лететь и опять прыгать и опять лететь. При небольшой сноровке можно разобраться. Так. А вот. Ой, 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 ой. Так. Это я вернулся с самого начала. Ну, а в принципе здесь нормально. Можно вернуться сюда. Так. Эта штука мне не нужна. Пусть он вращается и снова по себе. А мы пойдем наверх. Самое-самое начало этого подземелья. Для того, чтобы наконец-то преодолеть вот эту вот самую другую стену. Здесь у нас находится предмет, который пока достать нельзя. Но мы можем подойти с другой стороны и его забрать. Сейчас мы этим займемся. У нас пока время есть для этого. Второе сентября. Наша станция имеет самые низкие продажи со времен основания египских жилетных дорог. Если так продолжится, она придется у более часть рабочих, чтобы страдать детишки. Очень странная фигня начала твориться. Так. Ты меня тут заморозил, да? Так. Ой, ой, опасно. Опасно. Так, я умер. Ладно. Все-таки давно я не умирал. Так. Где же я? Оооо, это же большую часть еще надо будет проходить заново. Ладно. Ооо, кстати, у нас сейчас получится добраться. Оп. Нет. Не хватает. Не хватает. Немножко. Ладно. Для пышка. Так. Всегда мы не вернемся, поэтому я не буду поливать наверно. А вот эти вот надо бы убить. Вот так. Вот он. Новым способом попытался это сделать. И вроде бы получилось. Так. Так. Здесь мы были. Так. Кстати, что там находится? А, здесь у нас какой-то предмет новый, легоционный. Ну, диалога не будет. Наверх попраться не можем. Так что просто мы для коллекции там пусть лежим. Даже на него смотреть не буду, потому что, по-моему, я не перевел текст про него. Поэтому я не знаю, что там про него нужно. Какую-то сказать. Так. Оп. 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 Так. Отлично. Эту часть мы преодолели. А теперь, чтобы забрать тот самый билетик, нужно пробраться вот сюда. Вот. Этот билетик наш. Это ключ карты, который что-то там где-то открывает. Я пока понятия не имею, что оно явно не здесь, по-моему. Ладно. Давайте пройдем это место еще раз. Так. 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 Отлично. Пойдем дальше. О, наконец, точка сохранения. И вот здесь вот очень противное место, потому что вот эта вот штука, она складывается, раскладывается. Нужно поучитывать, потому что когда она складывается, ее падают прямо на шипы. Так. Я вижу систему вентиляции. Мне кажется, я смогу поднять и включу эту штуку. Можешь подойти ближе. Хочу рассмотреть средний номер. Ммм. SR505G. Очень старая штука, но похоже управлять через компьютер. Можешь хакнуть и включить. Джонатан, я уже сказал, что без понятия где ты сейчас находишься. Что означает, что без понятия какую сеть взламывать. Ну сделай уже хоть что-нибудь. Это не так просто. Хм. Если бы ты нашел здесь компьютерный терминал, я возможно мог бы что-нибудь сделать. Компьютер, ты что хочешь, чтобы с ними сделал? Джонатан, я хочу, чтобы ты послал тут какие-нибудь сигналы. Тогда я вычислю тебя по IP и взломаю сеть. Компьютер, я уверен, что здесь есть хотя бы один. Эта система вентиляции работает только под управлением компьютера. Так что думаю, терминал должен быть где-то рядом. Попробую его найти. Так. А теперь здесь можно еще прочитать. Дневник. С того момента, как я прикоснулся к этому кубку, стали происходить ужасные вещи. Может быть это проклятие? как работники сходят с ума и погибают один за другим. Что же станет со станцией? В общем, вот так вот вам тырить кубки. Так. Непонятно. Какие силы могут обладать. Так. Отлично. Ах. Да, мне удалось сделать с первого раза. Так. Еще стрела, а у меня отонесенные мячики. Давайте никакой нибудь разнообразие внесем. Продолжение Мой ручной скорпион Серкет сильно подрос за последнее время Он ест как не в себя, я начинаю беспокоиться Например, вчера он сожрал целую мышь Что же происходит? В общем, происходят странные вещи На этой станции тем временем мы нашли компьютер Джек! Это тот компьютер, о котором ты говорил Это он Так как питание мы уже установили, его можно включить Я загрузился, а что дальше? Сейчас будем делать сетевую бомбу Сетевую бомбу? Это что-то типа вируса, который разбивает сеть пакетами Конкретно для меня это поможет понять Где ты сейчас находишься Я не в ладах с компьютерами Просто делай, что я говорю, и все будет Сейчас мы сделаем сетевую бомбу Для этого непрерывно нажмите кнопку атаки Пять кнопок атаки, много-много раз Продолжай делать это, пока полоска не дополнится Так точно Ну и теперь я просто жму, 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 жму Отлично, бомба готова Теперь нужно ее скомпилировать Скомпилировать, чтобы можно было ее использовать А, ну да, все это знают Теперь нажми кнопку прыжка Кнопку прыжка, понял Продолжай сжать, пока полоска не заполнится В общем, очень увлекательные мини-игры в этой игре Я прямо обалдею Окей, оно скомпилировалось Это оказалось удивительно просто Следующий шаг немного сложнее Что надо делать? Сейчас бомбу надо загрузить Внимательно слушай мои инструкции Так точно Когда будет красный текст, жми кнопку атаки Когда будет голубой текст, жми кнопку прыжка Что говоришь делать, если красный текст? Я тебе говорил, слушайте внимательно Еще раз Когда будет красный текст, жми кнопку атаки Когда будет голубой текст, жми кнопку прыжка Атака на красный, прыжок на голубой Да Если ошибешься или будешь тормозить, то придется начать сначала Так что сосредоточься Понял, давай начнем Давайте начнем Уже что-то поинтереснее пошло Голубой, красный Голубой, красный Красный, голубой Голубой, красный Голубой, голубой Красный, красный Красный, голубой Голубой, красный Голубой, голубой Красный, красный А, я справился Отлично, похоже загрузка пошла корректно Конец Нажми кнопку атаки, чтобы запустить бомбу И все? Да Как только бомба сработает, я найду где-то было и пойду в эту сеть Ясненько, удачки То есть, я жму кнопку атаки, ян взрывается Так Давайте нажмем Чек, бомба сработала Эй, чек Чек Ёлте Джонатан, я нашел этот терминал Правда? Отлично Я просканировал сеть Прорвался через фаервол Нашел систему вентиляции Работаем на ней сейчас Оно работает Отлично Твои навыки не предстоят меня уявлять И ты опять это сделал Это было прогулка в парке По сравнению с тем, когда я взламывал ЦРО Ужасный человек Так, и вот эта штука нам теперь позволяет Да Думножко лететь вверх И новые места теперь будут доступны Так А сейчас нам надо Оно сохранить На ней в своем хероме Без этого никак И мы Так Ой, сейчас бы я упал Так Вот так Я потом был взял с самого начала Ладно Так И мы идем наверх Так 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 Что ты вместе Которое называется станция Асуанская верхняя дамба Асуанская верхняя Асуанская верхняя дамба Никогда не слышал На самом деле Станция была закрыта В 1980-х годах И сейчас заброшена Что Гроза была в заброшенной станции Погоди Нашел кое-что интересное Это будет перевода В 1982 году Арабский путешественник Переводивший Святой Грааль в грузовом вагоне Прибыл на эту станцию Святой Грааль? Но Святой Грааль внезапно исчез из грузового вагона Может кто-то из сотрудников посеял багаж? Возможно После этого странные необъяснимые вещи стали часто происходить на исландской верхней дамбе Через год станцию закрыли Может это из-за мистической силы, которая заключена в Святом Граале? И это означает, что Грааль до сих пор находится где-то здесь, на этой станции А Андре знал об этом и поэтому пришел сюда Возможно Я удивлен, как он хорошо знает историю Как непарадоксальное действие Андре имеет смысл Он, кстати, упомянул, что собирается забрать вторую систему Грааль Это тоже на Вейта мысль Нам нужно получить эту Грааль раньше него Да Ух, я уже устал менять голос зачитывая эти диалоги Ну, по-моему, должно получиться довольно интересно В итоге Так Мы уже приближаемся к боссу Здесь есть много секреток Конкретно вот в этой части пути Наверное, не буду в них заходить Как-нибудь Как-нибудь При повторном прохождении их все соберем Так Сохраняемся и идем дальше Так, здесь я кусочек вырезал, потому что здесь у меня что-то слишком много смеси на квадратный метр получилось Видимо, я уже устал выписывать все время Давайте уж до конца опровергаемся Вот так Отлично Отлично Вот так Раскачиваемся и Идем дальше Все Участок пройден Там внизу есть довольно много артефактов То есть вот все эти дыбки, которые есть в них можно падать и там их собирать Поэтому мы вот в следующий раз сделаем Так Что-то у нас наверху Здесь морковка лежит Морковка Морковка это всегда хорошо Надеюсь, она не понадобится Мы идем дальше И приближаемся к боссу О, это вы Доктор Банфилд Я знал, что вы здесь будете рано или поздно Доктор Махон, что вы тут делаете? Я здесь, чтобы помочь вам Я искал святые горали через свои собственные источники И что вы нашли? Несколько десятилетий назад Один арабский торговец Украл святой горали в этом месте Но осталось было по моменту только пропажей некоторой реликвии Однако Любой коллекционный археолог сразу понял Что святой горали был спрятан здесь На Усаланской верхней дамбе Вот почему вы здесь Верно Вы тоже не промах доктор Банфилд Не удивлен, что вы узнали о том, что святой горали может быть здесь Ну, я же археолог в конце концов Хотя он это узнал и погрался за Андре А ну молчать Кстати, доктор Махон, вы уже нашли святой горали? Еще нет Я полагаю, он совсем рядом в соседней комнате Но я не могу туда зайти Почему же? Ну, хорошо Там довольно большой жук Как бы это странно не звучало, я боюсь жуков Есть проблем Сейчас посмотрим на него Вы с ним справитесь? Я бы не был исследователем, если бы боялся каких-то маленьких жуков Впечатляет Так, ну давайте Схороним сюда И посмотрим на него маленького жуков Кстати, здесь у нас Андре Джо Джонатан Как ты мог выстроить мне в спину теннисным метчиком? Я в тебя всегда стрел спереди Мы наконец нашли тебя, Андре Хватит ходить за моим капитаном, Джонатан Я уже сказал тебе, что следующий святой горали будет моим Что означает, что ты его еще не нашел? Хм Опять ты меня спрашиваешь Так, как будто мы на допросе Да я просто спросил Если хочешь заполучиться, то играли тебе Наверное придется пытаться забрать его силой Ты издеваешься? Я всегда лучше дрался Нет, я держусь лучше Хочешь поверить? Давай Так, а это маленький жучок Маленький скорпиончик Аааааа Джек Это огромный скрипион Вы двое испугались маленького скорпиончика как дети, ей бог Особно после того, как ты выделываешься перед доктором Махоном Так вот смотришь в экран Ты блин не маленький скорпиончик Ась Твою ж мать Время взять ситуацию под контроль, а именно сбежать и подраться к ним в другой раз. Эй, стой, Андрей, не оставляй меня. Ну ладно, нам придется сражаться только с крупенчиком. Здесь нужно просто аккуратно следить за тем, какой клещной он бьет и, собственно, пытаться от нее угорачиваться. И, соответственно, угорачиваться от того, что там летит из его хвоста. Это тоже хорошая идея. Насчет урона, который здесь в итоге получается, в принципе, его можно восстанавливать, если делать комбо ударов. Если так вот, еще много раз, если восстанавливать комбо, то второй восстанавливается и, в принципе, его хватает, чтобы победить скарпиона. Так, сейчас мы должны перейти во вторую стадию, где он начинает сыпать песком со стен. Возможно, да, вот сейчас будет много происходить. Так, эй, 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 не надо меня в камень превращать. Ой, я слишком глубоко оторвился. Ну, продолжаем. Так. Ой. Чего-то мало заража остается. Так. Отлично. Скорпион побежден. Пора идти с Джонотом. Я хочу продать этого пацана коллекционерам. Вероятно, этот скорпион вырос и стал стражем из-за силы святого Грааля. Стало быть, не все стражи, а лишь внешние маскоты. Что ж, страж повержен. Святой Граал должен быть где-то рядом. Андре вокруг бежал. Этот парень умеет сбегать. Всегда умеет. Похоже, у нас не так много времени. За ним, надеюсь, мы его еще догоним. Ага. Вот, вроде гнались за Граалем, а сейчас бежим за Андре. Я не совсем понял логики этого диалога, но ладно. За Андре так за Андре. Так. Здесь очень долго бегать скорпиона, то можно дойти до самого низа и добивать его здесь, но мы довольно быстро с ним справились. Стой, это Андре. Эй, Андре. Кажется, он в отключке. Йо, Джак. Как думаешь, что произошло? Минуту назад с ним было все окей. Может, что-то вырубил его? Джо, Джона. О, он приходит к тебе. Андре, что случилось? Кто-то украл святой Граль. Кто-то стащил святой Граль? Кто это сделал? Я... Я не знаю. Кто-то ударил меня сзади. Джек, а что происходит? Кто-то еще охотится с святой Граль, не применим нас? Не знаю. Святые Граль имеют огромное археологическое значение, но чтобы грабить, возможно, святой Граль может иметь еще какие-нибудь скрытые свойства. Я уже начинаю напутаться. В общем, ладно, Джонатан. Бери Андре и тащи его в мою машину. Единый Восток, там должен быть выход. Разберу вас оттуда. Окей. И продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова